влиянием музыки. То есть в твой мир, наоборот, никто не вмешивается. Ты его запускаешь в своем темпе, в своем ритме, со своей окраской, да, минорной, мажорной, там, в своем ладу. То есть это только ты. То есть это такой вот, наоборот, уход внутрь себя. Когда мы читаем, это наше исследование показывает, когда люди и где читают. Максимально люди читаются перед сном или в транспорте. Ровно тогда, когда нужно вот это вот... Ну, правда, сейчас сериалы тоже в транспорте смотрят. Потому что вот тоже наушники надел, был экран, уткнулся, и все этого же достиг. Когда нужна вот эта, нужна капсуляция. То есть когда нужно как-то вот в такую капсулку, в улиточку превратиться, да, и успокоиться. И вот чтение в этом смысле, оно не будоражит. Ну, если, конечно, вы не сели читать Анну Старобинец там, я не знаю, или Носби. Все по-разному, конечно, любят разное почитать. Ну, и тем не менее, даже Носби, в общем, можно читать перед сном, потому что ты останешься наедине с собой. То есть вот эта вот возможность уединиться и побыть вот внутри, она у чтения, конечно, максимальная. Никакая другая практика такого не даёт. То есть вот это вот, помним вот эту особенность, что столы будут ваши, руки будут ваши. Вот это всё, ну, максимальное присвоение происходит. Поэтому чтение в этом смысле вот бесценно абсолютно. У него нет аналогов и не будет. Это не значит, что оно нужно всем. То есть это вот не значит, что оно всехное. Оно вот для тех, кому это нужно. И что происходит с ребёнком ещё, когда он именно читает? Хотя там какой-нибудь мультфильм с хорошей озвучкой и хорошим текстом тоже так сработает. У ребёнков, у них есть потребность обогащать свой словарь и находить слова для называния того, что они прожили. Им нужны слова. И, естественно, если они читают о тех ситуациях, и вот здесь вот начинает работать только детская литература. То есть если автор нам подобрал, попался такой, который готов описывать те ситуации, в которых находится наш ребёнок, умывается, идёт в детский сад, общается с бабушкой, с друзьями, наблюдает за природой, копает песок, то это значит, что этот автор будет нашему ребёнку подсказывать, через нас, посредников, будет подсказывать, как это всё называется. Причём он будет подсказывать не только, что совочек называется совочком, совочком, он будет подсказывать, какого цвета песочек, какие чувства мы испытываем, как мы это делаем. То есть это всё будет обретать... И как это называется словами. Конечно, конечно, это всё будет обретать вербальную вот это вот насыщение. Почему говорю, что хороший мультфильм тоже сработает? Там он ещё будет слышать, как это происходит. Он будет слышать, как проверка соединена.